Уверенными шагами навстречу первому рабочему дню. 15-летняя Анастасия Новикова – новоиспеченный сотрудник музея, пусть и временный. Подписать грамоты, сделать фото событий и выставок, помочь в проведении квестов для детей и не только. Быть ближе к искусству девушке нравится, о своем решении не жалеет. Вот как мне исполнилось 14 лет, сразу решила, что хочу работать, хочу зарабатывать свои карманные деньги, чтобы не зависеть от родителей и спокойно их тратить на все свои хотелки. По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Соответствующую заявку можно оформить самостоятельно через сайт «Работа России» и личный кабинет госуслуг. Алгоритм несложный, но перед этим лучше заручиться письменным согласием родителей. А разрешение муниципального органа опеки больше не нужно. Главное, чтобы деятельность соответствовала возрасту будущего сотрудника. В основном это работа в музеях, кинотеатрах или участие в рекламных акциях. Так, смотрите, вам сейчас нужно отнести всю эту географию. Учебный год позади, но в общеобразовательном центре «Флагман» кипит работа. На страже чистоты и порядка трудовая бригада. 55 лучших и самых мотивированных девушек и юношей. Одна из важнейших педагогических задач, которую ставит перед собой школа – закрепить профессионально-трудовые навыки, которые пригодятся в будущем. Работа на благо общества, а еще общение со сверстниками. Кроме этих весьма полезных плюсов есть еще один. Есть определенные стимулирования. Ребята, они работают не бесплатно. Заработают они за то время, пока находятся в бригаде, порядка 8 тысяч рублей. Для многих это финансовый стимул, который, конечно же, пригодится. Константин Бегаев, ученик 9 класса, экзамен издал на отлично. Говорит, ждал того момента, когда можно будет приступить к работе в трудовой бригаде. Ведь кроссовки, о которых так мечтает юноша, сами себя не купят. Да и родители выбор сына поддержали. Мы убираем территорию школьную, помогаем библиотекарю, носим книжки, красим бордюры. Ну, конечно, ухаживаем за территорией школы. Часть школьной бригады занята благоустройством территории. Вокруг школы, кто хорошо знаком с инструментами, осваивает мелкий ремонт. Девочки наводят чистоту в столовой, помогают привести в порядок школьные учебники. Энтузиазм работников педагогическому составу нравится. Это посильная производственная помощь к началу учебного года. И, конечно, в школе большое подспорье. Даже перенести то количество учебников в библиотеку и проштамповать их одному библиотекарю, он затратит на это порядка нескольких недель. За выполнением работ следят взрослые наставники по совместительству учителя. Прежде всего, заботятся о том, чтобы подростки не переутомлялись, а условия работы соответствовали всем требованиям. Только при соблюдении всех правил труд действительно пойдет им на пользу. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».